Привет, дружище! Меня зовут Шамбо, и мы геройствуем Мире Мечей Магии. Проходим кампанию Хвала Отцу, сценарий номер 3, за Короля и Отечество. Чтобы победить, вам нужно захватить все вражеские города и замки и разгромить всех героев противника, но при этом не допустив гибели Королевы Катерины и Лорда Хаарта. Это последняя битва. Удачи вам! Итак, карта средняя, ядин, враг 1. Бонусы. Шлем Небесного Просветления, или Книга Магии Земли, или же Шляпа Заклинателя. Но, как я выяснил, шляпа позволяет использовать заклинания пятого круга, при этом не зная их. Книга Магии Земли позволяет использовать все заклинания магии Земли, не зная их. Но, опять же, я строил столько башен магии, что мои герои все заклинания практически знают. Так что, пожалуй, я от этого откажусь, а вот Шлем Небесного Просветления, дающий плюс 6 к каждой характеристике, будет очень полезен. Так что, выбираю его, добавляю максимальный уровень сложности и погнали! Харт был одним из приближенных властителя Вилмара. С его помощью, убийца короля Гриффан Харта, легко проник в Стедвик и подсыпал яд отцу в пищу. Он исполнял приказ Вилмара, жаждавшего мести за изгнание некромантов из Эрафии. У меня с этим предателем особые счеты! Ну, как скажешь, Катерина, Харт выживет, но, опять же, ты не поскачешь в бой, потому что потерять королеву в финальном сражении, это было бы просто глупо. И плюс ты не так хорошо в бою, как хотелось бы. Кстати, а запись-то идет? Да, запись идет, надеюсь, что все в порядке, а чтобы было еще лучше, оставь комментарий под этим видео и поставь лайк, если тебе нравится. Итак, мы нападаем на город, в котором находится усыпальница короля Гриффан Харта и город, в котором сейчас находится королевский трон. Нужно стереть с лица земли оба города, иначе нам никогда не лишить короля его трона. А трон ему дает какую-то особую силу, или в чем проблема? Ну, по идее, это города нежити, так что их стереть с лица земли можно, потому что там мертвецы, никого живых нет. А вот если это имперские города, где живут обычные крестьяне, ну что это за бред? Давай сейчас посмотрим, а кто же такой лорд Харт? Ходили слухи, что отъезд лорда Харта из Энрота связан с увеличением... Ходили слухи, что отъезд лорда Харта из Энрота был связан с увлечением некромантии, однако его служба правящему дому Ирафии была не менее безупречна, чем самому Роланду Айронфисту во время Войн за престол. Но, видимо, лорд Харт все-таки стал двойным агентом, и так он умеет немного бегать, приносить кучу золота и специализируется на этом. Поэтому будет сидеть дома и ничего не делать. Далее. Катерина. Экспертная удача. Мне казалось, что у нее был навык, по-моему, доспехов. Что-то странное. Ну да ладно. Будучи королевой Ирафии, Катерина продолжает вести бесконечные войны, чтобы защитить пределы своей страны и вновь водворить в ней мир, завещанный отцом. Однако, по мере того, как усталость от войны становится все ощутимее, позиции ее сторонников начинают ослабевать. Ну, естественно, потому что обычному люду нафиг не нужна вся эта война. Пусть короли сами между собой разбираются, друг друга убивают, а дайте нам спокойно пожить. Вот что хотят обычные люди. И давай вспоминать, кто у меня остался. У меня есть священник Лойнис. Он умеет также прыгать с помощью двери измерений, открывать портал города великолепно. Орин, который будет сражаться на всякой проклятой земле, если такая мне представится. Нагаш, которому чуть-чуть не хватило до Берсерка. По-моему, у него Берсерк... А нет, у него Берсерка нет. Вот проблема. Но, опять же, я выбрал магию огня. Опять же, после завершения сценария в надежде, что я получу Берсерк. И, возможно, против меня будут сражаться живые. Я использую этот Берсерк, и что-то как-то получится. Но, видимо, нет. Далее мне помогает Критилин. Все у нее также прекрасно. Осталось только экспертную землю получить. Помогает Анделла. И помогает Катберт. А главным моим героем, скорее всего, будет кто? У кого больше всего магии 240, 280, 220. Ну, в общем, Критилин. Итак, мне нужно тогда прыгнуть куда? В город Килдар. Открываем тогда портал. И забираем у Катерины ее шапку. И желательно бы... Вот прикупить скоростных грифонов. Но, к сожалению, денег нет. Слушай, Катберт, давай-ка ты грабанешь сундучки. Найдешь денежек. И что бывает? А Критилин взяла грифонов. Ух, какие они дорогие. И поскакала далеко вперед. Так, ладно. Тогда, Харт. Он не сможет захватить лесопилку. Это ему не по зубам. Он не знает магию. Правильно ведь? Да. И Катерина тоже. Небольшая подстава. А чему здесь учит ведьма? Базовому интеллекту. Кстати, здорово. Ну, уже все интеллект знают, кому он необходим. Атакуем зомбарей. Без каких-либо потерь сейчас просто сдуем. Уничтожением нежити. 170 единиц урона. Прощайте. И рудная шахта моя. Ух ты, а здесь подземелья еще есть. А кто вообще мне противостоит? Лич Муандор. А, видимо, король Грифанхарт валяется у сыпальницы, отдыхает. У меня, кстати, больше городов, чем у соперника. А у меня три города. Значит, у него либо два, либо один. Но, судя по рассказу, осталось два города. И, скорее всего, один будет в центре, а другой в этом углу карты. Так, Адела, что-нибудь ты... Она могла бы взять себе эльфов. Но у нее проблемы с деньгами. Ух ты, какая красота. Красота только... 5-9 драконов. Орин ничего не сможет сделать. И Орину нужно как-то вернуться в город, чтобы из стрелков сделать людей. А ближайший город где? Вольтара. Но чисто технически я могу, опять же, у каждого героя отобрать его армию. Потом их объединить и передать Орину. Но давай знаем, что Мах мне покажет. Центральные земли. Они проклятые. А вот и второй город. Кто у нас тут сидит? Гарнизона практически нет. И здесь то же самое. В общем, есть, как понимаю, два варианта. Либо я сейчас, Кейтлин, собираю огромную армию и просто прыгаю как можно быстрее в эти города. И побеждаю без каких-либо проблем. Смотри, опять же, около города нету проклятой земли. Это обычная вроде бы грязь. Хотя... Вот даже не уверен. И вот здесь вот точно обычная грязь. И здесь я могу колдовать. А вот тут... Есть вопрос. Клинок плюс 5. А кто ближе всего к этому клинку? А, Кадберт. Слушай, ты и обязан успеть. Давай-ка тогда открывай дверь измерений и как можно быстрее отправляйся за этим клинком. Тут и горы, что ли? Не желаю отступать и уничтожаю зомби. Не хочу сейчас тратить магию. Как-нибудь их достреляем. Вот другое дело. Продвигаю магию воздуха. Шахта. Шахта мне пригодится, но... Клинок в двух шагах. Но опять же, соперник до сюда просто так не доберется. Слишком далеко. Так что шахту можно забрать и посмотреть в сторону сундука. Далее. Адела. Сидит на юге, не понимает, что пока ей делать. Из-за того, что у меня герой то тут, то там, действительно, есть небольшие проблемы с пониманием, что мне прямо сейчас сделать. Здесь проклятая земля. Атаковать черных рыцарей я не смогу. Да и не особо надо. Давай развеем туман войны. Шлем-череп. Кстати, его в прошлом сценарии не хватало для доспеха проклятых. Нагрудник на силу магии, по-моему, то ли 4, то ли 5. Видимо, который обучает интеллекту, парочка сундуков. Можно сюда запрыгнуть, победить призраков, собрать эти артефакты. Давай так и сделаем. Только у Лойниса уже не осталось очков перемещения. Кейтелин заберет сейчас шапку. Заберет, пожалуй, всю армию. Лорд Харт, ты тоже передай, а то зачем она тебе? Этот мах мне показывает то же самое, получается? Да. Тут есть спуск подземелья, и, скорее всего, сюда я могу попасть только из-под земли, потому что тут какие-то дремучие леса, небольшой гарнизон, к сожалению. Вот что это такое? 100 зомби, 20 вампиров. Точнее, меньше 100 зомбарей, меньше 20 вампиров. И это финальная миссия. Как-то слабо. Кейтелин вышла из города, Адела тогда и сейчас тоже прыгнет туда, отдаст всяких арбалетов, или можно попросту в городе оставить, и при этом нанять одного грифона чисто ради скорости. Вот так, я думаю, сделать. И давай обратно в эльфейские земли, там все осмотрим, в то время как Кейтелин будет рвать, метать и уничтожать нежить. А зря я бегаю, лучше дверь измерения, хотя она всего лишь одна осталась. Отступать не желаю, уничтожить нежить и прощайте зомби. Здорово. Далее Нагаш смотрит на этих призрачных драконов, но что-то ничего не может поделать. Или может Кейтелин тогда справиться? Как раз-таки у нее есть армия, чтобы не умереть. Но арбалетчиков лучше Катерине, что ли, оставить. Я их хочу для Орина сохранить. До этого тогда немножко подразделим войска. Двери измерений в сторону флага. И победим драконов. Не желаю отступать, я с ними точно справлюсь. Немного копейщиков, конечно, погибнет. Это ради того, чтобы предотвратить остальные смерти. Итак, сколько уничтожить нежить наносит урона? 210. Идеально. Просто великолепно. И теперь осталось все это роскошство собрать. Хотя... Шляпу можно и Нагашу отдать. Потому что мне она будет лишней. Нагаш, забирай шапку. Увольняй скелет зомбарей. Давай захватим руду. И можно, конечно, здесь тоже захватить. Давай все же начнем с юга. Кстати, зачем я катаюсь? Возможно, так пытаюсь экономить магию. Но здесь мне нельзя использовать уничтожение нежити. Иначе мои скелеты тоже решат погибнуть. Я за Нагаш не посетил один городок, где была цепная молния. Неприятно. А тогда элементаль воздуха, и пускай он сам сражается. Защита. Лети вперед. Королевские грифоны в количестве 60 единиц здесь бы превосходно смотрелись. На каждую атаку отвечали бы. Итак, шахта будет моей. Тогда еще один прыжок. И захвачу лесопилку следующим ходом. В это время Катерина заходит в городок, оставляет арбалетов. И думает о своей жизни. Что она может сделать полезного? Честно говоря, не представляю. Поэтому давай просто здесь подскачем. Получим новый уровень, новый опыт. Орин тоже, к сожалению, ничего пока полезного сделать не может. И завершить ход. Да. 9000 монет. Здорово. А далее Нагаш захватывает шахту. По той же самой схеме. Приходит элементаль воздуха. Ждем, элементаль воздуха летят вперед. Возможно, такое низкое количество нежити около короля Грифонхарта и его столицы связано с тем, что всю нежить я перебил на подходах. И, соответственно, здесь уже мертвецов не осталось. Они были все до этого воскрешены, отправлены на фронт. Но никто не хочет защищать родные земли. Итак, давай прыгнем сюда. Тут ничего интересного нет. Можно захватить еще одну шахту или просто пропрыгать дальше на север. Перчаточки. Можно будет Кейтлин их передать. Традиционный элементаль и защита. Магии осталось маловато. Нужно найти какой-нибудь колодец, чтобы ее восстановить. Или придется почти сидеть в городе денек. Я прыгаю сейчас в город. Лорд Харт отбирает перчатки и везет их Кейтлин. Ну, наверное, как-то так. Сейчас в Келдар. В Келдаре можно было бы еще арбалетов улучшить. А нет, давай, Кейтлин, выдадим грифонов. Скоростных грифонов, которые будут что-то делать. Нагашу, конечно, их тоже можно выдать, но, увы. Он постоянно поднимает скелетов, а их постоянно увольнять мне как-то надоело. Грифоны и перчатки. А, пожалуй, одного грифона все же украдет Лорд Харт. И арбалетчик, алибарчик пойдет на отдых. Давай передадим Екатерине тоже одного грифончика, чтобы больше старее бегала. Семерых я потом когда-нибудь улучшу. Вот, копейщики, извините, но отправляйтесь-ка в увольнение. А теперь Кейтлин подбирает клинок, ожерелье. Посмотри на эти прекрасные характеристики. Далее здесь есть какая-то речушка. Вот мне интересно, что тут будет. Давай прыгнем прямо в центр. И увидим луга кентавров. Конечно, можно было их позвать на бой против нежицы, но зачем? Грабаном-бесов следующим ходом. Кейтлин ведь знает воскрешение. Да, воскрешение известно, но не эксперт магии земли. Нужно быть осторожнее с грифонами. А далее Кадберт забирает сундучок. Немного опыта, хотя золото сейчас бы мне гораздо больше пригодилось. Ну и давай расправимся с призраками. Дверь измерения в упор к ним. Не желает вступать. Ах, эти негодяи воруют мою магию. Нет, чтобы были привидениями. Нет, призраки. Сколько их отрядов? Семь. Минус четырнадцать очков магии. На ровном месте. Будьте уничтожены. А здесь парапеды для Гаргулии. И я получаю нагрудник на увеличение силы заклинаний. Всего лишь единичка, но почему бы и нет. Хотя лучше бы мне что-нибудь на знание досталось. Прыгаем на север, не глядя. Храм просветления. Здорово. И после этого можно будет вернуться в город, восстановить полностью запас магии, а магии станет гораздо больше. Ну, это в следующий ход. Далее. Лойнис. Открыл карту, которую скрыл Некрополь. Начал разгонять тьму от себя. Ну, давай тогда с зомби сражаться не хочется. Я получу, конечно, доспех неплохой, но может мне как-то и без него обойтись. Армия у меня небольшая. Давай же я вернусь в Келдар. Кто у меня тут сидит? Катерина? Нет. Лорд Харт? Нет. Кто у меня в Келдаре сидит? А, Нагаш. Он здесь магию восстанавливает. Тогда пусть он зайдет внутрь. А Лойнис тоже телепортируется, чтобы оставить арбалетов. Город Келдар. Арбалетчики остаются. Эх, Грифончик бы не помешал. Давай тогда возьмем крестоносцев. У них, конечно, скорость 6. Тут скорость 4, но 2 шага тоже имеет значение. Попытаться здесь поймать дракона можно было бы. Предлагаю отправиться на север, чтобы посетить библиотеку просвещения. И дальше как-нибудь прыгать. Прыгать через врата. Поэтому портал города в Альтара. Отлично. Еще и знания увеличил. Да еще и магов получил. Давай возьмем всего лишь одного мага. Он сможет снизить стоимость заклинаний, а больше от него и не требуется. А почему он на глобальной карте не уменьшает? Хотя если бы он это делал, это было бы как-то невероятно сильно. С результатами не согласен. Просто всех сдуваем. Теперь у меня 300 очков магии. И вот сейчас хотелось бы снова в город вернуться и там немножко отсидеться. Далее. Катерина через флаг вернется в город. И что она сделает? Она ничего сделать не может, поэтому получает тысячу опыта. В целом я бы ее запер в городе, чтобы она там сидела и ничего не делала. Давай посмотрим, что здесь на побережье. И, наверное, тоже отправимся на север для увлечения своих знаний, магии. На побережье ничего, супер. Портал города Вольтара. Получаю одного мага. Для замка у меня ничего нет. Ну и давай прыгать. А хотя не получится сейчас, да. Адела знает магию воздуха лишь на, так сказать, никаком уровне. Ну, тогда победим зомбари. Возможно, из сундуков я получу здесь достаточно опыта, чтобы получить новый уровень. А там, глядишь, и магия воздуха появится. В это время Орин... Даже не знаю. Он может попытаться повоевать, только... Мне кажется, из этого ничего хорошего не выйдет. Давай получим дополнительные знания и просто здесь посидим. Будем ждать прихода арбалетчиков. А завершить ход? Думаю, да. Далее. Лорд Харт сидит в городе, не мешается и выпускает на свободу Нагаша. Нагаша, между тем, может привести улучшенных арбалетов. Да. Он может это сделать, и ничто ему не помешает. Хотя нет, давай сначала отправимся за арбалетчиками товарища Урина. Потому что у него есть все-таки их шесть. И можно еще улучшить копейщиков. У них будет скорость пять, правильно я помню? Да, скорость пять. Это все же ниже. Тогда улучшаю только арбалетов. У них шестерка. Городской портал в Альтару, а потом обратно в Килдар. Забирай скелетов, и я тебе все это верну. В Килдаре не помешало бы мне построить конюшню, чтобы еще дальше перемещаться, но пока денег не хватает. Точнее, не денег, а дерево. Ну, я думаю, ты понял, что я имел в виду. Но давай все же этих товарищей тоже улучшим. Разница в один шаг не такая значительная. Плюс наш товарищ Орин особо не умеет использовать портал города или пространственные врата. Будет медленно перемещаться, но всех сминать. Сминать ливнем стрел. Нагаш получает одного колдуна и отправляется в путь. Отправляется сюда, чтобы увеличить свои запасы магии. Так, прыжок. Далее. На севере Лойнис изучил все, что хотел, и будет уничтожать привидений. Они сейчас опять же украдут... А, нет! Мои крестоносцы оказались быстрее. Я, честно говоря, думал, за счет магов я буду быстрее, но нет. Все же земля решает. Уничтожение нежити. И я могу здесь нанять баллисту, которая мне не нужна. А побеждаем зомби. Принимать вас не буду. Извините. Сейчас мы воюем с нежитью, и как-то мои солдаты это не поймут. Брать ли мне все эти ресурсы? Можно. А сундук ради опыта? До следующего уровня 8000. Сундук ради золота. Далее Каитилен. Уничтожает бесов. Да, согласен сразиться. Не отступаю. Давай тогда призовем сразу элементарий воздуха, и не будем знать каких-либо проблем. Прячутся грифоны в углу. Элементарий всех сминают. 500 очков магии у Каитилен. Какая же она мощная. Подождем немножко. Подождем. Отлично. Золото я получил. Здесь меня учит интеллекту. Единица защиты. Роли не сыграет. Вижу щит. Шлем-череп. Щит. Может, я где и клинок найду? Ну, а почему бы нет? Проклинуть нежить. Хотя на нежить ослабление не подействует. Нежить в этом плане очень хорошо защищена от заклинаний магии огня, которые дают всякие ослабления. Ну, отлично. Он бы считал, а теперь у меня по поводу золота. Ну, давай его возьмем. Опять же, мне нужно дерево. Где я пропустил лесопилку? Лесопилку на юге я вроде бы захватил. Но при этом есть дефицит. Скелетов я одолеть не смогу. Поехали, смотри, что у нас здесь спрятано. Подзорная труба. Могла бы пригодиться. Далее, на севере у меня Катберт изучает всякие знания и возвращается обратно в альтару для установления запаса магии. И, пожалуй... Ух ты, тут еще есть арбалеты. И магии у меня нету. Супер. Но тогда Катберт садится внутрь, потом как-нибудь Орину довезет войска, хотя тут всего лишь 4 арбалетчика. Орин, скачи вперед, получай немножко еще атаки и светокличение. Далее, Аделла пытается расправиться с ходячими мертвяками. Давай выберем опыта в этом случае. Да, наконец-то магия воздуха. И теперь я чаще смогу прыгать. Как еще одни сундучки на опыт. Конечно, до уровня мне сейчас очень-очень много нужно, но осталось 3000. Где я их могу взять? Победить легионы нежити. А тут всего лишь 2049. Давай открываем портал города и прыгнем уже на север и получим плюс 2 ко всему. Вольтара. На всякий случай заглянул внутрь и прыжок на север. А тут у меня стоит Нагаш. И увеличиваю все свои знания. 360 очков магии. И все очень даже хорошо. Что у меня по деньгам? Денег очень много, а вот ресурсов очень мало. Кстати, гильдия магов 5 уровня. Двери измерений. Как же это прекрасно. Если бы мне Двери измерений не досталось в прошлом сценарии, я бы тут ее сразу получил. Ну разве это не здорово? Слушай, Нагаша, может ты мне покажешь враг тут, враг тут. А под землей что у нас? Хм, какой-то прям клондайк. Куча артефактов в одной точке и вражеский герой спустился в подземелье. Возможно, он что-то знает. Давай тогда посмотрим еще земное око. Проехать можно спокойно. А вот здесь... Кстати, судя по всему, тут есть и прямой проход к вражескому городу. Но я думаю, здесь будет какой-нибудь гарнизон. Здесь тоже. А под землей у нас... Какая-то есть центральная зона, где просто куча артефактов валяется. Интересно было бы ее посетить. Но скорее всего сюда можно отправиться через какой-нибудь портал, потому что я на поверхности особо спусков подземелья и не видел. По крайней мере, на территории, которую я уже вижу и открыл. Ладно, завершить ход. Ничего не происходит. Нагаш изучил все, что хотел. И самое то, сейчас восстановить запас магии. Опять же, Нагаш, мистик, значит, он может и сам ее регенерировать, что весьма здорово. Поэтому давай открывать дверь измерений куда-нибудь вперед. Извините, скелет, у меня появился маг, поэтому я могу делать вот это. Предлагаю лордам-хартам периодически посещать мага, чтобы карта была открыта. Как же мне не нравится эта способность Некрополя затемнять всю карту. И в итоге ты теряешь из вида очень многое. А, Катерина скачет в центр, видит сундучок, кулон без страсти. Как же он мне был сейчас необходим. Тут еще немножко золота. Что по сопернику? Давай посмотрим в таверне. К сожалению, я не вижу, кто из существ у него есть. Я вот сейчас подумал, а может мне в принципе вообще ничего не строить и сразу полететь на противника и его разгромить. Чуть технически возможно было бы. Опять же, призыв элементарий, призыв элементарий, а потом, если что, кого-нибудь из своих воскресил и никаких проблем. Адела получает новые знания и, пожалуй, вернется в город и там посидит, отдохнет. Хотя давай сюда спрыгнем, глянем, что тут происходит. Клинок. То есть, осталось что мне? Ребра найти и все. Лечей, по идее, должен опередить. Отступать не желаю. Да, по одному лечу, поэтому прощайте. И, к сожалению, все очки перемещения я потратил. Искренне надеюсь, что здесь будет какой-нибудь колодец с магией. Далее, Кейтелин. Ну, уже отправляется на вражескую территорию, можно запрыгнуть сюда на дорогу и потом через дорогу перепрыгнуть за гарнизон. Соперник куда-то сбежал, но замок. А чтобы штурмовать замок, мне нужны войска, поэтому арбалетчики, присоединяйтесь. С другой стороны, у меня же есть серьезный, Кейтелин. Ты меня что-то расстраиваешь. А почему никто не изучил цепь молний? Это как? Я отчетливо помню, что героями, ну, по крайней мере, некоторыми, но кем-то я все же посещал. Да. Адела вот знает цепь молний. Адела молодец. Как я так пропустил? Ну, уже ничего не поделаешь, да и... Ладно. Далее прыгаем, уничтожаем других зомбарей. И получил еще арбалетов. Арбалеты мне сейчас нужны, чтобы стоять под замком и не погибать. Сейчас я смогу запрыгнуть внутрь? Да. Смогу внутрь запрыгнуть, да еще украсть немножко вампиров. Почему бы и нет? Далее Нагаш. Нагаш может получить в целом дракона. Только вот я боюсь, что дракон сожрет моего мага. Поэтому давай прыгнем чисто ради меча и заберем его. Немножко золота и восстановить запас магии. Теперь он нагашит 460 очков магии, что весьма неплохо. Далее Лойнис. Лойнис, Лойнис, Лойнис. Он тоже может рискнуть и отправиться в поисках дракона. Только вот надо ли это? Либо я могу сделать прыжок раз, прыжок два, прыжок три и Некрополис будет моим. Раз. Два. Спуск в подземелье. Давай-ка я попробую рискнуть. Хочу отправиться за врагом и узнать, что он здесь хотел украсть. Щит львиной храбрости. Здорово. Пожалуй, я его отберу этих вампиров. А ну-ка, отдайте. Отступать, естественно, не желаю. Отлично. Далее. Кадбер тоже должен выйти из города, получить возможное распоряжение одного архимага и... кого? Выдать ему, может, горголью. Опять же, я могу получить гигантов, но гиганты достаточно медленные. Чтобы получить ангелов, мне не хватает всего лишь монастыря. Давайте сейчас построим портал славы, построим замок, ну, цитадель там, и каждому герою передадим хотя бы по одному ангелу. Здесь эти товарищи остаются в городе, а я прыгаю на север. Плюс два ко всему. Здорово. Запас магии теперь 165 единиц. Я не осмотрел вот эту часть, а здесь есть какие-нибудь артефакты? Нет, здесь артефакт только мне должен быть виден. В центре есть что-то интересное. И вот два вражеских героя. То есть из подземки они сбежали. Хотя нет, тут кто-то тусит. Но судя по тому, что он сейчас увидел моего товарища Лойниса без армии, он, скорее всего, на него нападет, но его будет ждать. Ох, какое сильное разочарование. А теперь Кадберт. Что он может сделать интересного и полезного? Давай смотрим вот эту территорию, для этого я прыгну обратно в Килдар и потом оттуда уже отправлюсь. И желательно посидеть в городе сейчас, чтобы восстановить запас магии и на следующий ход построить конюшни. И, пожалуй, давай завершим. Да? Неожиданно на Лойниса никто не напал. Как же так? Взбежал. Неужели тут армия еще меньше? Давай попробуем прыгнуть куда-нибудь. Развилка. Помоги, у меня еще все в порядке. У соперника скорее всего будет ее гораздо меньше. И здесь Сандро. Приветствую тебя. Не желает вступать. Скорее всего, одно заклинание уничтожить нежить поможет мне победить. Ну, почти. В мага. Подлец. Вот какой же подлец? Я не хочу терять мага. Он восстанавливает мой запас магии. Сейчас я придумаю как-нибудь сделать так, чтобы маг не был миршлен. И потом вернулся. Пам-парам-пам-пам. В общем, первым ходом я призвал элементалий. Затем соперник ринулся вперед, ну и соответственно уничтожить нежить, а элементаль добивает скелета. Мах жив и все довольны. А Сандро покидает этот мир. Харт. Открой опять же мне всю карту. Очень-очень неудобно, что некрополис это постоянно закрывает. Я, наверное, это в миллион раз уже говорю. Далее. Где у нас еще артефакты под землей? А здесь есть путь куда-то дальше. Но не совсем понимаю, как туда дальше проехать. А, нет, здесь нормально. Я про вот эту вот точку. Ну, давай осмотрим вот этот тупичок. Желательно где-нибудь здесь найти колодец. Ничего стоящего не нашел. Увы. Далее. Кейтелин. Кейтелин может сейчас в наглую захватить вражеский город или не может. Здесь, скорее всего, только недельный прирост в лучшем случае. и, возможно, мне хватит армии. Если что, я кого-нибудь воскрешу. И искренне надеюсь, что вот здесь непроклятая земля. Не желаю отступать. Никакого поражения не будет. Арбалеты страдают. Чисто на всякий случай. Защита. Главное, чтобы арбалеты или грифон выжил. Итак, заклинание уничтожить нежить. 260 единиц урона. Замечательно. Та-та-дам. И экспертная магия земли как высшая награда. Стоун Кассл пал, и, судя по всему, как раз-таки за этим городом и находится гробница Грифанхарта, где он отлеживается. Было сказано, что мне нужно сделать. Захватите вражеские города и замки. Но один город я захватил. Давай сюда заеду, чисто так посмотреть. А что тут-то есть. И главное, чтобы северный город не раздувал туман войны. Ну, можно дальше пропрыгать здесь. Промахнулся, я хотел книжечку открыть. Портал. А где здесь был вражеский герой? Погоди. Да ладно, Кейтлин, ты не умеешь это читать. Небесное око. Вражеского героя здесь нет. Остался только на севере и... Все. А кто у нас тогда на севере тут находится? Это Дрейка. Возможно, некроманты его захватили в то время, как он отлеживался где-то на западе Ирафии после войн с Крулодом, с Ирафией и подобрали его, сказали, командуя нашими войсками. Ну, как-то так. Адела подбирает все эти ресурсы и может попытаться захватить консерваторию, чтобы получить архангелов. Ну, или обыч... Нет, там архангелов не бывает, только обычные ангелы. Давайте сначала... Это даст мне минус мораль? Пожалуй, нет. Сначала грифоны, потом гробница. Не желая отступать? Нет. А воскрешение есть? Есть. Ну, что ж, элементарий земли, придите. Увы, набросились на мага-негодяи. Чувствую, элементарий нужно будет еще магии помогать. И чувствую очень даже много. рука... Так, ь, это не опасно. Это bombing. Да, なる Ginsburgio, celebrations, ск уп 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 спокойствую, must И сейчас воскрешение мага И грифон до него не долетает Замечательно Продвигаем мистицизм И вместо грифона получаем трех ангелов Здорово Ну давай потом посмотрим, что находится в могиле Далее нагаш пьет из колодца И пытается понять, как спуститься по землю Давай прыгать Хотя тут проклятой земле так не хочется Накидка скорости Здорово Для кого, для чего все эти роскошные артефакты Когда соперник Ну просто ничего из себя не представляет И у него фактически нет армии Я вот не понимаю, почему бы В последнюю миссию мне не дать Действительно большой армии там По несколько сотен или тысяч солдат Но и чтобы у соперника была такая же армия И характеристики не там 5-10 единиц, а в районе 20-30 Но чтобы такое было глобальное сражение Генеральная битва В итоге Получаем то, что получаем Харт сидит на месте Здесь я планировал отправиться на север Чтобы посмотреть, а что там происходит Погоди, погоди, погоди Сначала я хотел построить еще и конюшни Для дальности перемещения Можно взять А никого нельзя взять Конюшни не дают рыцарей при этом Так, на север И еще чуть-чуть на север Отлично Кольцо здоровья, спасибо И 1500 опыта Экспертный интеллект И теперь у нашего Кадберта Тоже больше 200 единиц магии Прыжок куда-нибудь вперед Катерина ничего не делает Харт ничего не делает И завершаем ход Да Кто ж там скачет? И тут опять же туман Лорд Харт Разгоните его, пожалуйста Теперь мне нужно как-то Здесь прыгнуть аккуратно Чтобы переместиться в соседний туннель Не получается Раз Два И есть портал Скорее всего он ведет в центр И мне очень интересно посмотреть А что там находится Ну это сделаем на следующий ход Далее Кейтелин Мне бы вот этих товарищей Всяких мандуров Дрейконов Дермитов Разгромить Но они просто мешаются Но главное с ними не сражаться На проклятой земле Иначе этот бой будет не в мою пользу Они могут спуститься по землю Там их будет ждать Мой товарищ Лонис У которого магии уже толком и не осталось Равно как и войск Это не радует Кейтелин Давай ты как-нибудь их Ну не знаю Приманишь Используешь свои Женские чары Конечно понимаешь Что это некромант У них Совсем другие желания Но все же Так А почему я не могу Гарнизон И здесь не перепрыгнуть Хотя вот тут что-то мигает Может опять же портал будет Так Дверь измерений сюда Нет Это башня Немножко знаний Чтобы магии было Еще больше И давай тогда Откроем портал в город Уже А нет Проклятая земля Теперь уже и сил не осталось На этом А далее Адела смотрит Что у нас В могиле Ожерелье Мореплавателя Ну чисто технически Вода здесь есть Только осталось Построить корабль Срубить весь этот лес И отправиться В плавание Тогда Адела Отправится В Стоун Касл Восстановит Запас магии А потом Как-нибудь Через 2-3 прыжка Спустится по землю Только проблема Что у нее Нету этих 2-3 прыжков Мне бы найти Дерево Которое Расскажет Как Стать умнее Сильнее Мудрее Но Что-то Таких деревьев Я здесь Не вижу Ах Ладно Что есть То есть Городской Портал Стоун Касл Сижу Здесь Отдыхаю Жду Прироста Нежити В это время Кадберт Забирает Сундучок В принципе Кадберт Тоже может Отправиться Под землю У него Все же Есть Продвинутая Магия Воздуха Ну вот Это единственный Его плюс Так Уничтожаем Зомби Здесь Может я У наемников Получу Какого-нибудь Черного Дракона Было бы Здорово Например Использовать Армагеддон Двери Смирений Черный Дракон Пожалуйста Ну Практически Белый Единорог Хороший Товарищ Давай Возьмем Далее Орин Ну Орин Может Открыть Вышку Но Она Ничего Толком И не Даст Здесь Я Сделал Все Что Хотел И Орин Оказался Не Так Зелен В этом Сценаре Как В прошлом Просто Потому Что Здесь Проклятая Земля Как-то Аккуратно Рассыпана И около Некрополя Ее не Оказалось Далее Нагаш Скачет На юг Зачем А Тут Есть Спуск Подземелья Ну Давай Посмотрим Что Там И Нагаш Тогда Может Принять Сражение С нежитью Тогда Прыгаю В Центр Ну Или Приблизительно В центр Давай Поднимать Скелетов Если Что Они Примут Удар На Себя И Соответственно Я не Проиграю За один Ход Отступать Не желаю Поднимем Скелетов Ага Я сначала Их уничтожаю Магией А потом Поднимаю Получил Семь Скелетов А здесь Усилитель Некроманти Есть Но Слабо Маловато Он Работает На Меня Адела Сидит Отдыхает Лорд Харт Ничего Не Делает Катерина Забирает Немножко Серый И ты Ух ты Вот что Я не Заметил И тоже Отдыхает Сюда Как-то Пригнать Аделу Ну Чисто Технически Возможно Прыжок В город Потом Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть И добрались Немножко Перемещения И Давай Использовать Прыжок Раз Увы Магия Воздуха Сейчас требовалась Метицизм 15% Это конечно Хорошо Но Вот несколько прыжков Это гораздо лучше Возвращаемся В Стоун Касл И Завершить ход Да Соперник Отправляется В подземелье Кто его Быстрее следует Я Или он Сундуки Но честно говоря Не особо Мне и нужны Чтобы тратить На них Перемещение Еще Один щит И доспех Ну давай Заберем Чтобы главное Сопернику Не досталось А то что это у меня есть Ну не важно Земное око Здесь прекрасные Артефакты А что будет В центре Это наверное Сейчас узнает Лойнис Нет Это не центр Это еще Какой-то Буковой туннель Здесь ничего нет Наверное Отсюда я попаду В какой-нибудь Соседний боковой туннель Оттуда Еще в один Потом еще в другой И в конце концов Кажусь в центре Отсюда например Сюда Потом сюда Потом сюда И там должно быть Что-то очень Сильное Отлично Этого я больше всего ждал Ну давай тогда Прыгать Что у нас здесь Единица защиты Ну такое себе Здесь будет портал Или погоди Порталы иногда Работают так Что их нужно Несколько раз Использовать Да Я сейчас угадал Но к сожалению Единицы перемещения У меня закончились Давай прыгнем Куда-нибудь Сюда И увидим Еще один портал Главное Чтобы этот портал Был не односторонним Хотя у меня есть Портал в город Поэтому Я и на такое согласен Далее Аделла у меня Восстановила запас магии Лорд Харт Откройте пожалуйста Карту Можно конечно Подождать Седьмой день Чтобы Аделла Получила Существо Некрополиса И уже с ними Отправилась в бой Но у нее есть Ангелы Они даруют ей Первый ход А там И соперника Не так сложно Разгромить Что ж Аделла Я верю в тебя И возможно Ты справишься Нужно сражаться Не на проклятой земле Это главное Так давай посмотрим Какая здесь земля Проклятая Нужно отсюда Улетать Как можно скорее Ангел летит вперед Огонь по скелетам Амах выжил Вот просто земля Тогда я встану здесь Пускай на меня тут Нападает Муандор И тогда у него Не будет преимущества Ну если что Я откуплюсь У меня есть аж 47 тысяч монет Далее Орин Ну не знаю Атакует зомби От скуки Умудрился как-то Одного лебарщика Потерять Ну молодец Далее Кейтлин 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 Возвращается В Стоункасл И там сидит Отдыхает Восстанавливает Колоссальные запасы Магии Кадберт Отсюда не прыгнуть На юг Может попытаться Как-нибудь Нет Штурмовать Я эту Штуку не буду В гарнизоне Слишком много Нежити У меня армии Вообще нет Зачем его штурмовать Когда его можно Перепрыгнуть А здесь я ничего Не делаю Ничего не делаю И жду атаки Завершить ход Да Не знаю Почему Но Один товарищ Внезапно Испугался В целом Я его понимаю Что Адела Девушка Которая может Просто с тремя Ангелами Уничтожить Все его войско Без каких-либо Колебаний Поэтому он остался На проклятой земле Прямо сейчас Я могу прыгнуть В его город И у соперника Не останется выбора Кроме как Атаковать меня Но прежде всего Я хочу посмотреть А что находится В центре И в центре У нас В центре У нас Всего лишь Какая-то Ерунда В атаку Отступать Я не желаю Так они Меня могут За один ход Ведь сожрать Правильно Если разделятся Кусь Кусь Ох-ох-ох Но я выжил Я выжил И призываю Воздушных Элементалей И прячусь В угол Как последний Трос Молодец Какой же красавчик дракон Если бы он Атаковал Элементали Я бы не смог Воскресить Мага Отлично А здесь Уинайс Мантия Вампира Башмаки Мертвеца Но Амулета Гробовщика Опять же Нет То есть Сборный Артефакт Некромантов Я собрать Не могу Ох Печально Ну что ж Адела Ты сможешь Прыгнуть Так далеко Чуть-чуть Но не хватает Если я сделаю Шажок Сюда Только вот Это Очень опасный Шажок Потому что Если Сражение Начнется Вдруг Оно Начнется На проклятой Земле Значит Мне нужно Через Подземелье Пробраться Наверх И там Уже Разгромить Соперник Поэтому Спускаемся Вниз Итак Кто первый Успеет До врага Адела Давай-ка Открывай Тоже Пространственные Врата В общем Это соревнование Кто получит Пол королевства Здесь Еще Тусит Клавес Ногаш Неподалеку А нет Ногаш Далеко Уже Ускакал Раз Портал Два Три Клавес Гори А еще Один Портал Остался У меня Да Конечно И поднимаюсь На поверхность Далее Каэтилену Ей Будет Не очень Удобно Прыгать Отсюда Потом Можно Пробежать Так А как У меня Выглядит Земля Здесь Прыжок Сюда И здесь Везде Проклятая Земля Около Самого Некрополя Ее Нет Очень Неудачное Решение Для Некромантов Опять же Для меня Это Просто Идеально Так Что Прыгаем На Северо Запад Куда Нибудь Сюда Потом Шажок Вперед И на Север Далее Орин Ничего Не Делает Ну Как И Остальные Товарищи Кадбер Тоже Здесь Сидит Отдыхает Рассказывает Байки Орину О том Как Они Сражались В предыдущей Мессии Славно И Завершаем Ход А Некроманты Не успевают До Замка Да Здорово И Нагаш Отправляется В атаку Зачем Ему Отправляется В атаку Когда Он Может Просто Взять И Прыгнуть Делов То В Хоствинде Появился Гарнизон Бам 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 Маг Выживает А А тут Вот Спорный Вопрос Я Атакую Но Есть Вариант При Котором Я Проиграю Прям За Один Ход Дракон Летит Кусает Да Но Такое Тоже Случается Нагаш Оказался Побежден Нагаш Оказался Побежден И Вернулся В таверну Ни с чем Не справился Это его Вина Ну Точнее Моя Если бы Я Не Разгонял Скелетов Что ж Тогда На штурм Отправляется Адела И Так Много Прыгать Как Нагаш Нельзя Всего Лишь Один Прыжок Но Тем Не Мене У нее Есть Ангелы Так Что Она Должна Победить Мы Призываем Наших Любимых А Нет Это Получается Нелюбимый Элементали Чаще Всего Элементали Воздуха Призывал Ну Хотя Б Элементали Земли Так Чего А я попытался Воскрешение Использовать Рубим Драконов А я Как-то Был Уверен Что Драконы Будут Побеждены Все Таки Атака 17 Все Дела Бедная Катапульта Ах Чтобы Моих Ангелов Не Доставали Давай Используем Защиту От Воздуха Или Что У меня А Воздушный Щит Вот Он Защищает От Стрел От Атак На Расстоянии Ангелы Куда-нибудь Сюда Улетают И Отдыхают Сейчас Если Что Я Их Воскрешу Естественно Но К сожалению Мага Я Воскресить Не смогу Потому Что Эти Негодяи Находятся Прям На Его Теле Я Сейчас Разломаю Свою Катапульту Лишь Бо Она Сломалась И Призраки Куда-нибудь Улетели Я Хочу Мага Воскресить Он Был Со Мной Так Долго Жду Ну Наконец И Само Убились Чтобы Воскрешение Не Произошло Итак Второй Город Захвачено Здесь В гильдии Магов Был Призыв Элементали И Мне осталось Найти Только Соперника Соперник Должен Быть Где-то Здесь Поблизости Понятно Это Не твой Уровень Адела К сожалению Катерина Не знает В принципе Как колдовать Лойнис Ну покажи Мастер-класс Скажи Где Находятся Вражеские Герои А их Двое Это Дрейкон И Муандор Только Вот кто Ближе Непонятно Тогда Катерина Что ты можешь Сделать Чисто Технически Я могу Здесь Получить Ангела Взять Его к себе В войско Выкупить Всех Остальных И Прыгнуть В Некромантский Город Иделов Так что Так что Давай Так и Поступим Городской Портал Сначала В город Вальтар За магами Да еще За лишними Знаниями На всякий случай Можно взять И големов Железных А то вдруг Врах умеет Там что-то Колдовать Кто его знает После этого Портал В Келдар Здесь я Получил Коня Взял Ангелов Взял Немножко Грифонов Монахов Чтобы Они Отпевали Погибших Ну и Пехотинцев Чтобы Впереди Где не Сражались А теперь Городской Портал В Кхоствинд И давай Будем Ждать Соперника В самом Замке У него Просто Нет Выбора Он Должен Напасть А вот Кто умеет Колдовать Цепную Молнию Это умеет Колдовать Адела Небольшая Аркеровочка Сейчас Произойдет Коителя На звене Но Адела Умеет Цепную Молнию А это Заклинание Мне нравится Так что Меняемся Раз Два Атака Защита Защита Атака Ну и Армиями Нужно Поменяться То что Я про это Забыл Вот теперь Коителин Зайдет В город Там Сядет Отдохнет Адела Встретит Соперника Коителина Уже И так Достаточно Много Посражалась Адела Все Была Второстепенным Героем А вот Теперь Станет Первым Кроме того У нее Очень крутая Специализация Как по мне Увеличивает Урон Существ По действиям Заклинания Благословения На 3% За каждый Уровень Героя То есть 17 умножить На 3 Для существ Первого Уровня Я считаю Что этого Только вот, а там не проклятая или земля? Вроде бы нет Ладно, завершить ход Им в любом случае нужно атаковать Как же вы надоели Не могут понять, что им делать Либо они прождут до конца недели и погибнут Потому что у них нет прироста некромантической энергии Либо, либо даже не знаю Клойнис Или Кейтелин Лойнис Давай Лойнис будет защищать город А Кейтелин поддыхает в компании четырех ратников Завершить ход, да? Соперник неизвестно, чем занимается А сейчас он проиграет Все же решился на штурм А Дермит решила напасть Ну давай посмотрим на эту битву Итак, будет цепная молния И сколько она нанесет урона? Эх, 905 единиц всего Слабовато Та-та-дам Клон свободной воли Муандор, ты куда вообще намылился? Ты понимаешь, что ты сейчас проиграешь? Я ничего не буду делать Хотя давай встретимся с ним в открытом бою Но опять же он опять на проклятой земле Нет Фиолетовый игрок Уходит из этого мира Герои покинули своего повелителя Поздравляем Все враги уничтожены Победа ваша И сохранимся как в финал Отец Отец завещал мне превыше всего чтить мой священный долг Я выполнила его Придаю в руки отцу моему Презренного лорда Хаарта Изменника Который поднес ему чашу с ядом И заточил его благородную душу в теле Лишенном посмертного упокоения Я прибыла в Арафию за тем Чтобы оплакать великого короля И любящего отца Твои враги пошли на меня войной Чтобы помешать нашей последней встрече Я изгнала их из пределов страны Они больше никогда не потревожат Твой вечный сон История Грифанхартова Отмечена великими победами И великими трагедиями С твоей смертью Завершается война за возрождение И пресекается династия Грифанхартов Отец Я всегда буду любить тебя Покойся с миром История, конечно, грустная Но почему именно так? Почему именно так? То есть С учетом того, что король Грифанхарт Не напал на Екатерину Он все-таки сохранил разум Или хотя бы какие-то остатки разума Чтобы суметь отличить свою Дочь от Того же Харта Потом он напал на Харта Но в целом Он же пытался захватить Ерафию Сколько? Обычных людей, крестьян Те, кто вообще не виноваты в этом Погибли из-за его войны Конечно, возможно, на него нашло озарение Но как-то странно И опять же Екатерина, которая вообще не понимает Что такое магия Сейчас каким-то заклинанием Освободила его душ Ну, странно Ну, ладно Счет еще лучше Несмотря на то, что я потратил Достаточно много дней Просто отстраивая всякие гильдии магов И в следующий раз Значит, будет у нас Компания под названием Так, надо по-другому начинать Новая игра Компания Клинок Армагеддона Ведь До возрождения Ерафии все И посмотрим Что это за клинок Армагеддона Честно говоря Я раньше проходил Кровь дракона Потому что Вроде как По хронологии событий Миссия Из крови дракона Проходила раньше Чем все остальные Ну, ладно Но в любом случае Придется тогда Перепройти Хотя Уровень сложности Слишком низкий Ну, что ж На сегодня это, пожалуй, все Итак, огромное спасибо тебе За просмотр Если понравилось Ставь лайк Оставляй комментарий Подписывайся на канал Спасибо и пока